За автомобилями в СССР приходилось выстаивать огромные очереди. Впрочем, был вариант обзавестись личным транспортом практически свободно. На выручку страждущим приходил Запорожский завод. Его продукция считалась непрестижной, и поэтому практически всегда можно было найти ЗАЗ в свободной продаже. Однако, несмотря на то, что автомобиль был достаточно примитивным, медленным и особой надежностью не отличался, ценник на это транспортное средство был не очень скромным. Приблизительно 30 средних зарплат. За автомобиль, у которого напрочь отсутствует какой-то комфорт, немалая сумма, зато не надо стоять в очереди. При этом ЗАЗ 968 выпускался в самых разных модификациях. Среди них есть по-настоящему редкие, глядя на которые нынешний обыватель придет в растерянность. Сейчас непонятно для чего их выпускали, вот как раз об одной такой модификации сегодня и расскажу. ЗАЗ 968МП – это по сути попытка сделать пикап из обычного 968М. Причем подобных автомобилей во время СССР было выпущено больше 4000 штук. При изготовлении сильно не заморачивались. Брали обычно забракованный кузов, заднюю часть крыши срезали, за передними сидениями приваривали перегородку. При этом, ясное дело, кузов в жесткости терял. Для того, чтобы решить эту проблему, за передними сидениями ставили П-образный каркас. Кроме этого, усиливали пол автомобиля. Хотя, конечно, пикапом в настоящем понимании эту модель назвать сложно. Большую часть задника занимает моторный отсек. Однако, для внутризаводского использования автомобиль часто применяли, перевозя на нем грузы внутри предприятия. Когда страна разваливалась, на Запорожском заводе попытались запустить мелкосерийное производство, рассчитывая на мелких собственников. Но затея провалилась. Данная модификация имела мотор объемом 1,2 литра, выдающий мощность в 40 лошадей. А вам попадался такой необычный запорожец?